Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих фаворитах за апрель и марта-май. Уже почти подходит к концу, ну середина мая. Короче, фавориты, косметика, немножко парфюма, книжки, сумочка, очки. Ну, все такое. Девичья, прикольно. Также я готовлю видео на тему Австралии, как мы оказались в Австралии, почему и вообще с чем эту Австралию едят. Я обязательно сделаю это видео, но я к нему, как я уже сказала, готовлюсь. Я не могу так сразу сесть и наговорить все вот эти вот вещи, потому что тут много нюансов, много тонкостей. Но обязательно это видео будет. Я знаю, многим оно интересно. Обязательно сделаю, девочки, обязательно. Все. Начну с фаворитов. Первый мой фаворит, вот туда я сложила еще какие-то фавориты, это вот такая вот сумочка-корзинка. Там у меня духи. Видели вы, наверное, ее очень часто в моем инстаграм. Она крутая, она удобная, она вместительная, ее удобно носить вот так вот на руке, удобно класть в машину, в ней удобно все найти. У нее такое классное дно. То есть обычно в корзинках же вот такое вот дно, и все вещи куда-то пропадают там. Здесь все очень даже достойно. И давайте я вам покажу, какие ароматы я положила в эту корзину. Значит, первый мой аромат, мой как бы фаворит вот этого времени. Это бренд Носомата, наркотик Винус. Вот из всех Носомат чаще всего у меня рука тянулась именно к наркотику Винусу. Сначала это был Чайна Вайт, потом Бараонда. Но наркотик все-таки победил. Он победил этот бело-цветочный аромат. Он дарит мне счастье, дарит мне радость, дарит мне какое-то, вы знаете, но ощущение полета, ну это ни с чем не сравнимо. Вот реально, если аромат может давать такие эмоции, то, конечно же, это бесценно. Для меня это бесценно. Обожаю его, обожаю даже, ну не знаю, вот в омут с головой, как говорится. Следующий аромат, который мне дарит тоже только позитив, только положительные эмоции, это Allure от Chanel. Тоже часто его носила. Он меня, ну а знаете, ритм жизни, вы бежите, 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 устали, ну вот как бы грубо говоря, да. И вот это вот тот аромат, который вы наносите, и он вас перезаряжает. Он вас перезаряжает, он наполняет вас лёгкостью, какой-то воздушностью, воздухом, праздником. Глаза горят, улыбка на лице, и вы готовы к приключениям. Крутой. Очень крутой аромат. Тоже очень мне нравится бренд Robert Piguet. Mademoiselle Piguet. Mademoiselle Piguet для меня это, вы знаете, такая сладость, в то же время дерзкость, такой вот он не банальный, не гурманский, какой-то вот и не белоцветочный. Вот тут столько всего намешано, здесь апельсиновый цвет и миндаль. И вот это вот сочетание, оно и колкое, и яркое, и в то же время какое-то кремовое и нежное. Мне он очень нравится. И следующий аромат, последний, которому у меня тянулась рука больше всего, это Coco Noir. У нас похолодало, у нас нет центрального отопления в домах, поэтому довольно-таки неуютно. У нас стоит газовая такая, как не плита, такая батарея газовая, но её подсоединяйте к газу, но она не прогревает весь дом. То есть, ну, как бы всё равно это неуютно, особенно вечером. И вот этот аромат, он мне дарит ощущение, как будто вот я сижу в каком-то роскошном кашмировом пледе с бокалом коньяка. Ну, он хорош и в пиры, и в мир, и в театре, и куда угодно, но вот то, что он даёт мне сейчас, вот это ощущение тепла и мировотворения, это вообще, это бесценно. Очень нравится терпкость его, такой вот почулевый, розовый, пудровый. В общем, постоянно меняющийся аромат, очень крутой. Книги. У меня здесь две книги. От одного автора я прочитала уже вот эту, «Краткая история тракторов на Украине». Я её показывала уже в своём видео. Марина Левинская, наверное, если по-русски, я напишу тут вот в субтитрах, как это произносится. Очень мне понравилась книга, но первое моё впечатление было, что это смешная книга, что это как бы такой вот юмор, там, лёгкость, что-то такое. На самом деле это ни разу не смешно, это скорее очень грустно, щемящее чувство. У меня оставила эта книга. Это чёрный юмор, если смешно, да, это скорее юмор чёрный, иммигранты, судьба, ну не знаю. Я не буду говорить, о чём эта книжка, кто не читал, почитайте. Да, есть моменты, конечно, уморительные, в ней очень смешные. Дальше также её книга, она, по-моему, была даже первую очередь написана, потом уже были тракторы. Это «Два каравана». Начала её читать, и она более лёгкая, она более какая-то, не знаю, жизнеутверждающая. Но это вот пока только первые эмоции, первые впечатления. Дальше я вам покажу, наверное, свой самый любимый сейчас предмет, аксессуар в моём гардеробе. Это вот эти очки. Многие видели их на Инстаграме, они всем нравятся. Это «Дольче Габбана», вот такие вот с цветочками очки. Ну, они прекрасные. Нет, они прекрасные, правда. Их можно и с распущенными, но мне нравится больше, когда вот как-то забрать волосы. Короче, очки красивые, они удобные, они сидят хорошо, не тяжёлые. Единственное, но вот эти вот цветочки, которые выпирают, не очень удобно вести машину. Когда вы вводите машину, вот это вот боковое у вас зрение, боковой угол, немножечко он срезается за счёт этих цветочков. Но всегда можно как-то иметь другую пару, более удобную, или снять очки, когда вы ведёте машину. Ну, это такие уже мелочи. Мелочи жизни. Дальше уход и немножко декоративной косметики. Уход, начну с умывалок. Вот эта умывалка уже кончилась, всё, ничего нет, она вот прям лёгенькая, пустая. Это «Пьяный слон», «Drunk Elephant». Умывалка такая, желе. Она крутая. Она очень-очень крутая. Я пока её не буду повторять. Для меня она более летняя. Я куплю что-то такое более, наверное, понасыщенное. Может быть, какое-то масло для очищения. Но вот мне она нравилась именно с утра. Вот с утра она классная. Ещё она шикарно отмывала кисти. Я мою свои кисти. У меня их не так много. Именно вот своими средствами, которые я умываю лицо. Которыми я умываю лицо. И ещё моя любимая умывалка от «Aven». Это умывалочка «Mousse». Вот так она выглядит. Не знаю, кто пробовал. Напишите, понравилась она вам или нет. Это я уже третий раз её покупаю. Она выдаёт такой вот прям шарик пены. И он прекрасно разносится на лице. Очень лёгкое ощущение. Ну, что вот просто... Оно вообще абсолютно не стягивает вашу кожу. Ну, я кайфую. С утра и вечером, так как я немного крашусь... То есть мне не нужно там смывать очень много макияжа. Для меня эти вот варианты подходят просто на раз-два-три. Следующий — тоник. Тоник у меня сейчас... Я вернулась к тонику от «Клоранс». Этот тоник у меня был ещё в Москве очень давно. Кто меня знает? Вот Настенька меня знает. Она помнит даже, как мы с ней этот тоник покупали. Я туда вообще фоносела от «Клоранс». Мне сейчас она очень нравится. Просто для меня это более такая для юных. Для юных девушек косметика. Ну, у них есть, конечно, очень хороший продукт. Надо, короче, всё пробовать. «Клоранс» — тоник с ромашкой. Он прекрасный. Тут у меня 100 мл. Есть ещё небольшие такие. Он такой хороший. Я просто вот делаю такой... Капаю, ну, прям вот так сплэш на руку. И вот так вот прям всё лицо вот так. Пум-пум-пум-пум-пум. С утра или вечером, когда хотите. И с утра, и вечером можно. Или только с утра, а вечером другим тоником. Как угодно, очень классный тоник. Ещё один тоник от «Тача», который мне очень нравится. Но тут совсем другой эффект. Тут эффект какого-то лоска. Тут эффект какой-то боли уже в другой уровень. Более того, этот тоник, помимо увлажняющих действий, он придаёт свечение вашей коже. Ваша кожа подсвечена изнутри. Таёт ей такой блеск. Кто не любит блестящую кожу, вам не понравится этот мист. Но кто любит, тот, пожалуйста, попробуйте. Вот я сейчас вся вблещу. Дальше покажу вам крема. И немножечко из декоративного ухода. Крема. Вот это вот у меня уже пустая баночка. Здесь я купила на днях вот. Всё, ей замену новая. Это тоже «Drunk Alifan». Пьяный слон. Сыворотка с витамином С. Дневная сыворотка с витамином С, которая действует в течение 72 часов. Витамин С в чистом виде. Это просто, хотел сказать, это просто супер. Девочки, это супер. Я очень так прям начала горевать, когда она у меня закончилась. И вот сколько, недели две прошло, я поняла, что мне нужна новая. Вот так она выглядит. Вот в коробке. Всё, и вот тут уже моя новая. Я наношу её утром на чистое лицо после тоника. Тоник впитывается, чтобы лицо было сухое главное. Основной это, потому что если лицо будет не сухое, то, конечно, никакого действия не будет. Наношу одну горошинку на всё лицо, включая зоны глаз и губ, и вторую горошинку вот так вот на шею. Ну, не знаю, выравнивает цвет лица, как-то освежает кожу. Ну, знаете, как витаминка. Вот это моя такая витамин для моего, для моей кожи. Классный. Очень классный. Я прям люблю. И она у меня идёт... Это моя такая утренняя пара. Она у меня идёт с увлажняющим гелем. Вот такой увлажняющий гель тоже от Drunk Elephant. Они рекомендуют носить их вместе. Классно. Очень классно, легко, просто и эффективно. Мне нравится. И другой мой крем от Шинтекаль. Я его уже показывала. Это крем антистресс. Вот такой вот крем. Классный крем. Я его сейчас использую вечером. Видите, у меня один крем, второй крем, третий крем. У меня нет батареев кремов. Батареи кремов. Так, наверное, правильно. Я начинаю путаться, если у меня много-много всего. Вот, то есть мне проще, когда у меня одно, второе, третье. Всё. Ну и там я разбавляю какими-то масками. Классный крем. Чем он мне нравится? Он мне нравится своим... Запах красивый. Мне нравится эффект, который он даёт. Он очень жирный, но в то же время он моментально впитывается. Его можно накладывать также под глаза. Можно накладывать на ночь. Можно накладывать с утра. Можно накладывать как маску. Такая вот, знаете, универсальная такая палочка-выручалочка. Классный. Очень классный крем. Всё. Дальше у меня идёт мой любимейший самый праймер от Батареи. Тут как праймер, вот сказать. Тут праймер и уход всё в одном. И сияние, и антиэйдж, и всё-всё-всё-всё. Это Батареи Cellular Rose Brightening CC Serum. Вот это вот. Это просто их, по-моему, звёздный продукт. Ну, для меня это один из самых-самых-самых звёздных. Сейчас я уже встряхнула. Но вот у меня вот уже вот столько осталось. Я, ну, печалюсь немножко, что он у меня закончится. Он у меня идёт в самом светлом оттенке Light. Единичка. Вот он сейчас на мне. Я наносила его сегодня просто на всё лицо. Сверху положила тональный крем. Видите, как сияет кожа? Вот он даёт вот это сияние, и в то же время вы знаете, что ваша кожа ещё напитанная, увлажнённая. Ну, это классно. Это классно. Ещё один плюс к уходу. Следующий мой тональный крем. Я его уже показывала. Это Shantekal Future Skin. У меня в оттенке Camomile. Ромашка. Вот тут он. На мне вот столько. На всё лицо. И, ну, не знаю, я не люблю эффект маски. Я не люблю плотные тональные крема. Кто любит так же, как и я, вот такой естественный, ну, естественный как бы лук, да, естественное лицо, но обратите внимание, наверное, на марку Shantekal, потому что это одна из самых таких вот классных марок в этом плане. Если вы любите эффект, опять-таки, он светится, он, ну, это как ваша кожа, я не знаю. Ну, мне нравится. Ваша кожа только лучше. Далее, наконец-то, к нам пришла тушь Paradise от L'Oreal. Это всё. Это кайф. Она дешёвая. Она крутая. Она лёгкая в использовании. То есть пару взмахов, пару махов, и всё. И ваши ресницы просто вот, ну, видно, нет. Ну, хорошая. Хорошая тушь. Утром, вечером вы можете... Она не осыпается вообще абсолютно. Если моя любимая Chanel Volume, она чуть-чуть осыпается, это вообще не высыпается и не осыпается. Классная. Красная помада. Я люблю красную помаду, особенно, когда я записываю видео. Вот все, по-моему, мои видео, которые вы видели, это вот с этой вот помадой. Это, опять-таки, By Terry. Цвет называется My Red, номер 17. Это их Rouge Expert Click Stick. Вот такая помада, вот так вы её открываете, она сейчас опять на мне. Открываете, нажимаете. Ну, слушайте, она супер. Она мягкая, она не сушит ваши губы и увлажняет. Она не ощущается на губах, она достаточно стойкая. Ну, цвет. Очень классная пигментация. Мне вообще нравится, как она работает. Далее, последний продукт, который я хотела вам показать. Я начала опять его использовать, мне он так нравится. Это Lipstick Queen. Вот такая вот помадка Lipstick Queen. Зелёного цвета. Видите? Зелёного цвета. Это помада Balsam, которая придает вашим губам... Она не зелёная, губы не зелёные, а розовые. Она становится розовой на ваших губах. Ну, смотря тоже, какой у вас пигмент свой губ, если они у вас там более светлые, может быть, более яркие, или наоборот, более какие-то светлые будут у вас оттенок. У меня вот он очень красивый, розовый, как, знаете, розовые лепестки бывают такие у роз. Чем мне нравится ещё эта помада? Во-первых, она увлажняет, во-вторых, она подходит вообще под любой макияж, потому что такой оттенок очень естественный. И в то же время как будто вот в ваши губы вот такой эффект зацелованных губ, скажем так. Если вы чуть-чуть зайдёте за контур вот этой помады, вы можете визуально очень классно увеличить ваши губы. Ну, если вы хотите такого эффекта. И это не выглядит как бы, ну, ненатурально абсолютно и выглядит очень круто. Вот такая вот помада. Я не знаю, она продаётся в России или нет. Ну, я бы вам её рекомендовала. Очень крутая. Всё, на этом всё. Очки показала, всё показала. На этом всё. С вами была Алёнка Блог. Надеюсь, вам понравилось моё видео. Всем пока. Чао-чао. Пока.